В Баку прошла конференция на тему модели постконфликтного строительства под руководством президента Ильхама Алиева, посвященная второй годовщине победы в Отечественной войне. В Баку прошла конференция на тему модели постконфликтного строительства. КНДР запустила в сторону Японии очередную межконтинентальную баллистическую ракету, которая вышла из строя. А теперь о батихеях и других новостях более подробно. В апреле 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого, дослуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Академии наук Азербайджана Зарифы Азиз Газы Алиевой. В связи с этим президент Азербайджана подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея академика Зарифы Алиевой. Академик Зарифа Алиева прожила содержательную жизнь как истинный представитель интеллигенции, обладающий богатой духовностью, своей многогранной научной деятельностью, внесла значительный вклад в развитие медицинской сферы в Азербайджане. Суммы труды ученого по актуальным вопросам офтальмологии, являющейся успешным результатом ее многолетних исследований, всегда принимались с одобрением и удостаивались высокой оценки. Предложенные в этих исследованиях новые эффективные методы лечения, комплексные профилактические меры за короткое время с успехом нашли широкое применение. Именно по инициативе академика Зарифа Алиевой была создана специализированная научно-исследовательская лаборатория, как первый исследовательский центр офтальмологической школы в Азербайджане. Зарифа Алиева, которая на протяжении всей своей научной и педагогической деятельности всегда сохраняла в центре внимания врачебную этику, внесла большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров в республике, сформировала целое поколение молодых ученых-офтальмологов. Отношения между Лигой арабских государств и Азербайджаном имеют особый характер. С 2006 года республика является членом организации в статусе наблюдателя. К слову, Баку намерен расширить это сотрудничество. Об этом ранее заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Алжир. Глава государства принял участие в саммите Лиги арабских государств. Саммит, который проводится впервые за последние три года, состоялся на фоне растущей инфляции, нехватки продовольствия, а также резкого роста стоимости жизни на Ближнем Востоке и Африке. Обсуждения на саммите были сосредоточены на продовольственном энергетическом кризисах, усугубленных войной, которая имела разрушительные последствия для Египта, Ливана и Туниса, а также других арабских стран, пытающихся сейчас импортировать в большем объеме пшеницу и топливо для удовлетворения спроса населения. Все это насущные проблемы, решением которых занимается все больше и больше стран по мере их широкого распространения. На этом фоне выгодно отличается Азербайджан, страна которой, несмотря на глобальные экономические шоки последних лет, удается поддерживать положительную тенденцию роста экономики и добиваться впечатляющих результатов, несмотря на экономическую нестабильность в мире. Эту тему мы продолжим с политологом Ильясом Гусейновым. Он с нами на прямой связи. Илья Смайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы сегодня оцениваете взаимодействие Азербайджана с арабскими странами? Спасибо большое за вопрос. Лига арабских государств была образована в 1945 году. И туда входят 22 государства. В основном это все арабские страны. Турция имеет член постоянного наблюдателя. И во время этих саммитов Лиги арабских государств все арабские страны говорят о насущих проблемах. Сейчас в мире, мы знаем, что большая экономическая рецессия и кризис продовольственной, изменение климата, изменение мировой системы безопасности, международное право сейчас терпит очень тяжелые дни. И вот для того, чтобы обсудить все вопросы касательно арабского мира, этот саммит был проведен в Алжирской демократической республике. И президент Азербайджана, господин Фомариев, принимал участие как председателя движения «Присоединение». И во время председательства в этой большой организации по численности после Организации Объединенных Наций, Азербайджан сделал все для того, чтобы укрепить связи с другими международными организациями. И внутри организациями институциональное развитие шло динамически по инициативе президента Ильхама Алиева. Например, можно назвать то, что юношеские семинары, саммиты проводились. И еще была учреждена структура парламентских связей между членами этой организации. А сейчас уже новый уровень сотрудничества с движением «Присоединение». И мы видим, что другие региональные организации, такие как движение «Присоединение» и олигархский государство сейчас взаимодействуют. И кроме этого, надо особо отметить, что во время пандемии Азербайджан по инициативе главы государства была созвана чрезвычайная онлайн-конференция участников движения «Присоединение». И Азербайджан сделал большую жесть и отправил вакцины коммунитарной помощи нуждающимся государствам для обеспечения безопасности и здоровья членов этой организации. Я думаю, что инициативы президента носят глобальный характер. И после Второй Карабахской войны изменилось отношение к Азербайджану, изменилось отношение к риту Азербайджана. И как на Востоке, так и на Западном мире президента глубоко уважают, ценят и всегда хотят видеть, услышать его. И его тезисы всегда направлены на обеспечение безопасности мира, устойчивого развития. И думаю, что те послания господина президента во время выступления арабскому миру носят характер о новых геополитических реалиях. И мы знаем, что арабские страны играют очень весомую роль в обеспечении энергетической безопасности всего мира. И эти страны богатые, и теперь Азербайджан нуждается в инвестиции для благоустройства освобожденных от оккупации земель Карабахского экономического района, Восточного Сангизура. И поэтому эта цель визита была и привлечения инвестиций. Кроме того, был особый месседж в французской стороне во время этого визита. И президент написал памятные книги о борьбе за независимость алжевцев. И о тех алжевцев, которые сразрались за независимость во время колониализма Франции. И другое название государства Алжир называется полтора миллиона мучеников. И, естественно, французская колониальная политика по отношению к Алжирам была очень жестокой. И были некоторые села, населенные пункты истреблены. И вообще все люди целиком были убиты. И поэтому сегодня, если Франция называет себя колыбелью демократии, плюрализма, равенства, то французская сторона должна посмотреть на свою историю. На историю истребления людей. И видение государства Алжир как заморской своей колониальной страной. А другие страны тоже получили от Франции очень большой жестокости. И вот эта страна, французская республика, будет выносить на рассмотрение резолюцию против Азербайджана и введение санкций. То есть это нонсенс, это особый месяц государства, главы государства французской стороны. И этот визит носил характер укрепления связи Азербайджана с арабским миром. И в том числе особый месяц французской стороне. И вот памятная заметка вот в этой книге останется еще долгое время. И будет припоминать с французской стороне о тех причинствах, тех насильственных действиях Французской республики по отношению к Алжире. Да, и как вы верно отметили ранее, касательно в целом многопланового взаимодействия Азербайджана с арабскими странами. Сегодня очередной вектор для взаимодействия. Это как раз таки участие арабских стран в процессе восстановления освобожденных территорий. Спасибо, что уделили нам ваше время. Вам спасибо. И напомню об взаимодействии Азербайджана с арабскими странами. Мы поговорили с политологом Ильясом Гусейновым. Продолжаем наш выпуск. На территориях близ южных границ Азербайджана продолжается учение воинских частей сил специального назначения вооруженных сил страны. Спецназовцы выполнили различные разведывательные задачи и специальные операции в глубине условного противника. При поддержке авиационных артиллерийских средств и ударных дронов выполнены действия по взятию под контроль установленных рубежей и пунктов. Параллельно ведется проверка спецподготовки уровня профессионализма военнослужащих по выполнению боевых задач в высокогорной небесистой местности. Напомню, что учения проходят согласно плану боевой подготовки вооруженных сил Азербайджана на 2022 год. Они проводятся под руководством командующего силами специального назначения генерала-лейтенанта Хикмета Мирзаева. Азербайджана на 2022 год. В Агдаме обнаружена миноловушка, состоящая из четырех мин. Об этом сообщили в агентстве по разминированию. Отметят, что в ходе операции по разминированию регулярно встречаются миноловушки, повышающие вероятность гибели людей. Масштабное минирование Армении и азербайджанских территорий, установка минловушек, является проявлением террора, направленного против гражданского населения Азербайджана, отмечают в Анаме. Агентство напоминает гражданам о необходимости пользования на освобожденных территориях только установленными маршрутами, не отклоняясь от них и просит не прикасаться к неизвестным предметам. 3 ноября 2020 года вооруженные силы Азербайджана нанесли огневой удар по 2-му мотострелковому полку противника, привлеченному к боевым действиям на Ходжавенском направлении фронта. Понеся потери в живой силе и военной технике, противник был вынужден отступить. 38-й день 44-дневной войны. Боевые операции продолжались в основном в Агдеринском, Ходжавенском, Зангеланском и Губадлинском направлениях фронта. В ночь на 3 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, позиции азербайджанской армии и населенные пункты на различных участках фронта. В течение суток вооруженные силы Азербайджана уничтожили и вывели из строя большое количество живой силы противника. 9 различных видов пушек и 2 грузовика с боеприпасами. В частности, был выведен из строя армянский беспилотник, пытавшийся совершить полет над фронтом. Также в этот день была пресечена очередная провокация со стороны противника в Зангеланском направлении. Армянская диверсионно-разведывательная группа, атаковав азербайджанские подразделения, попыталась захватить стратегические высоты на государственной границе. Однако была вынуждена отступить, неся потери и оставив на поле боя оружие и боеприпасы. В Ходжавенском направлении огневым ударом по 2-му мотострелковому полку были уничтожены и выведены из строя большое количество личного состава и военной техники противника. В этот же день стало известно, что командир полка дезертировал, а военнослужащие артиллерийского дивизиона Д-20 пропали без вести. 3 ноября 2020 года азербайджанская армия стала еще на один шаг ближе к победе. Генеральная прокуратура Азербайджана обнарудовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокации Армении с 27 сентября до 3 ноября. В результате обстрела вооруженными силами Армении, азербайджанских населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем с 27 сентября по 3 ноября число погибших среди гражданского населения достигло 91, а пострадавших 405. В том числе был нанесен ущерб инфраструктуре. Также в этот день сотрудники Азербайджанского национального агентства по разминированию обезвредили примененные против гражданского населения запрещенные фосфорные боеприпасы. Максим Искресенский, отважный сын Азербайджана, участвовавший в освобождении Карабаха от оккупации. На момент начала Отечественной войны ему было всего 18 лет. Молодой герой прошел путь от первого дня, последнего дня боевых действий и сегодня гордо носит статус самого молодого ветерана войны. Максим Искресенский, самый молодой ветеран Второй Карабахской войны, родился 13 декабря 2001 года на северо-западе Азербайджана в городе Загатало. Окончив школу, он записался на водительские курсы и только получив права, был призван на военную службу. Буквально через несколько дней после его призыва началась Вторая Карабахская война. И водительские навыки помогли Максиму в управлении военной техникой. Сперва попал в молодую бригаду. После молодой бригады я попал в боевую бригаду. Начались боевые действия, так сказать. Мы держали свои позиции под Летопёй. 29 числа я получил ранение во время переноса боеприпасов. Это было осколочное ранение в результате минометного обстрела залпового. Упал на пол, но ничего не слышал. Опять же, в ушах писк был. Ничего нормально слышно не было. Мне мой сослужитель говорит, вставай, побежали отсюда. А после ранения Максим Воскресенский проходил лечение аж в семи госпиталях. Дело в том, что при возникновении какой-либо опасности всех раненых перевозили в другие медицинские учреждения. В госпиталь в Генже он попал в первых числах октября. Напомним, что 4 октября 2020 года армянскими вооруженными формированиями был совершен террор в отношении мирных жителей Генжи, второго по величине города Азербайджана, находящегося вдалеке от зоны боевых действий. Он мне позвонил, сказал, говорит, папа, я ранен, нахожусь в госпитале, в Ширване. Потом я с ним связь все время поддерживал, как мог, да, это. Его перевезли в Гёй-Гёль, с Гёй-Гёля перевезли в Невчалы, в госпитале. И потом мы собрались и поехали к нему в госпиталь проведывать. Пройдя всю войну от первого и до последнего её дня до освобождения города Шуша, Максим Воскресенский был удостоен пяти медалей. Отважный боец за освобождение Худжавенда, за освобождение Физули, за освобождение Джабраила, за освобождение города Шуша. Пройдя такой славный боевой путь, сегодня Максим занимается делом своих предков – человодством. Мой род идёт с Ростова. Наши предки были донскими казаками, как мне мой отец рассказывал. Они когда-то переехали сюда, мой дедушка начал пчеловодством заниматься, потом мой дядя, папин брат, потом папа, и потом уже я вот так начали пчелами заниматься. То есть это из поколения в поколение эта профессия переходила. Как признаётся сам Максим, решение заниматься пчеловодством он принял не только потому, что хотел продолжить семейное дело. Сейчас его мечта – стать егерем в Закатальском лесу. Свежий воздух, рыбалка, ульи, лес. Как говорит Максим, он даже не представляет для себя лучшего места. Эллада Мамедова, Фарид Лачинов, Си-Би-Си. Посольство Азербайджана в Киеве обратилось к гражданам Азербайджана, которые решили остаться в Украине во время эвакуационной волны или вернуться после эвакуации. В ДИП представительстве напомнили о том, что следует соблюдать осторожность во время воздушной тревоги, находиться в укрытии или относительно безопасном месте, а также выполнять требования и рекомендации местных государственных органов. Помимо этого, гражданам, которые планируют отправиться в Украину, рекомендуется перенести свою поездку на другое время, если нет срочной и серьёзной для неё причины. Ответим, что в связи с Днём Победы и Днём государственного флага Азербайджана график работы консульского отдела посольства был временно изменён. Консульский приём будет закрыт 6, 7, 8 ноября. Приём будет проводиться 5 и 9 ноября. Часы приёма остаются без изменений. Россия после недолгого перерыва вернулась к участию в зерновой сделке. Ситуацию удалось урегулировать благодаря дипломатическим усилиям Турции, одного из гарантов соглашения, а также ООН. Минобороны России сообщило, что Москва получила для этого необходимые гарантии безопасности от Киева. Возвращение России к участию в зерновой сделке стало возможным благодаря содействию Анкары и ООН. О возобновлении соглашения президент Турции Реджеп Тайбердоган сообщил в ходе выступления в парламенте страны. После нашей вчерашней беседы с господином Путиным министр обороны России Шойго позвонил нашему министру национальной обороны Хулуси Акару и сообщил ему, что отгрузки зерна будут продолжаться, как и планировалось ранее. Позже Кремль заявил, что Россия согласилась вернуться к сделке при условии получения письменных гарантий со стороны Украины о неиспользовании морского коридора для ведения боевых операций против российских вооруженных сил в этом регионе. Сегодня важный день, потому что мы видим новый расклад событий Дня России, который касается вывоза зерна из Украины по Черному морю. Россия заявляла, что эти корабли использовались для перевозки оружия, в том числе дронов, которые использовались против вооруженных сил России в Севастополе. В то же время было соглашение между ООН, Украиной и Турцией с Россией, по поводу экспорта зерна. Я думаю, что новый поворот дела произошел во многом благодаря работе президента Турции Эрдогана, который взял инициативу в свои руки. Состоялся телефонный разговор между министрами России и Турции. В Анкаре объяснили, что этот коридор точно не будет использован для экспорта оружия. К тому же есть декларация, запрещающая этот экспорт. До этого российские власти неоднократно указывали, что договоренности о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны, не выполняются. На прошлой неделе в российском МИД со ссылкой на данные ООН сообщили, что гуманитарным коридором в Чёрном море смогли воспользоваться около 400 судов. При этом половина всех поставок пришлась на Евросоюз и такие государства, как Великобритания, Израиль и Южная Корея. По информации МИД России, нуждающиеся страны, в частности, Сомали, Эфиопия, Емен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия. Генеральный секретарь ООН поблагодарил Турцию за её дипломатические инициативы по возвращению России к зерновому соглашению. Свою благодарность Турции за её роль в восстановлении работы зернового коридора выразил и Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеф Боррель. Об этом сообщил в Твиттер Верховный председатель Европейского Союза. ЕС благодарен ООН и Турции за роль, которую они сыграли в решении России вернуться к черноморской зерновой инициативе. Продовольствие никогда не должно использоваться в качестве оружия. Экспорт зерна имеет очень большое значение для решения глобального продовольственного кризиса, усугубляемого Россией. Мы призываем все стороны обновить инициативу. Соглашение о продовольственной сделке было подписано между Турцией, ООН, Россией и Украиной 22 июля. Сделку заключили сроком на 120 дней. Ее срок истекает во второй половине ноября. Стороны прописали механизм вывоза зерна из черноморских портов. В Стамбуле был создан совместный координационный центр с официальными лицами трех стран ИОН для наблюдения за поставками и досмотра судов зерном, которые должны были идти по специальному коридору с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Беновщина Назарова, Туранма Медлей, Сибиси. В Финляндии и Швеции за полгода не выдали Турции ни одного лица, причастного к террористической деятельности, экстрадицию которых требует турецкая сторона. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздах. По его словам, тем экстрадиции обсуждается, однако никаких изменений в вопросе выдачи лиц, причастных к террористической деятельности нет. К настоящему времени положительных изменений нет. Есть только положительные встречи. У них имеется множество причин, они могут как-то объяснить откладывание этого вопроса, но на данный момент ни Финляндия, ни Швеция не выдали Турции ни одного человека. Вероятно, что 8 ноября премьер-министр Швеции по приглашению президента Раджепа Таипа Эрдогана посетит нашу страну, и данная тема будет обсуждаться на их встрече. Несколькими месяцами ранее Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкий лидер заявил, что Анкара поступила так, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Северная Корея впервые в истории разделенного полуострова запустила ракету через морскую границу с Южной Кореей. По меньшей мере, 23 снаряда были запущены с севера в сторону юга. После того, как накануне Сиул выпустил три ракеты класса «Воздух-Землян» над спорной морской демаркационной линией, КНДР запустила еще шесть ракет. Одна из них упала в 160 километрах от острова Улендог, где впервые за последние шесть лет сработала серена воздушной тревоги, а местные жители эвакуировались в бомбоубежище. Финян заявляет, что запуски являются ответом на крупномасштабные военные учения, которые проводят Южная Корея и США. Тем временем, Вашингтон отмечает, что совместные с Сиулом маневры носят исключительно обратнительный характер. Президент Южной Кореи назвал удары КНДР провокацией и территориальным вторжением со стороны Пхеньяна, предпринятым впервые с момента подписания перемирия в 1953 году. В связи с последним обострением в регионе президент Республики Кореи, премьер-министр Японии, созвали в своих странах Советы национальной безопасности. В Бразилии продолжаются массовые митинги на фоне прихода к власти левого политика Лула Досилвы. После объявления итогов выборов тысячи сторонников Жейра Балсонару собрались перед казармами в крупных городах Бразилии, заблокировали дороги, а также организовали акции протеста. На одной из них был совершен наезд автомобиля на толпу митингующих. Пострадали не меньше 16 человек, в том числе двое детей и полицейские. Тысячи сторонников Жейра Балсонару собрались перед казармами в Рио-де-Жанейро, Бразилия и Сан-Паулу, требуя от военного командования не допустить прихода к власти левого политика Луиса и Насио Лулы Досилвы. Он менее чем на 2% голосов опередил ультраправого Жейра Балсонару на выборах главы государства, прошедших минувшее воскресенье. С тех пор ситуация в некоторых регионах страны всё больше накаляется. Сторонники Балсонару при поддержке тысяч водителей грузовиков перекрыли сотни автомагистралей по всей стране. Между тем, победитель выборов Лула Досилва готовится к своему возвращению к власти 1 января. Это не первая его победа на президентских выборах. Досилва правил страной с 2003 по 2010 годы. Он вошёл в историю страны благодаря значительным социальным достижениям, повышению минимальной заработной платы, выделением ежемесячного пособия 12 миллионам беднейших семей Бразилии. За период его правления Бразилия вошла в число избранных государств с большой двадцатки самых мощных экономик планет. В то же время с приходом к власти в 2019 году представителя консервативной партии Балсонару в стране наблюдался экономический, социальный и экологический хаос на фоне резкого роста цен на топливо и бездействия во время пандемии. В чём, собственно, и упрекал своего соперника Лула Досилва во время предвыборной кампании. «Правда в том, что вы не заботились о людях во время пандемии, насмехались над ними, говорили, что не будете прививаться и отговаривали остальных. Вы смеялись над людьми, имитировали задыхающихся без кислорода. В истории ни одного государства и правительства никто не играл с пандемией и смертью так, как это делали вы». В ответ Жайр Балсонару обвинял экс-президента в коррупции в деле нефтяной кампании «Петробрас», которая незаконно перечисляла средства руководству партии трудящихся. В итоге все обвинения против Досилва были сняты, и он восстановлен в политических правах. «Вы отклонились от курса ради денег, ради коррупции. В вашем правительстве коррупция разъела всё. Вы не дали воды жителям северо-востока страны. Я сделал это. Армия много работала на северо-востоке. Рыла колодцы для людей, которые находятся далеко от естественных источников воды». Несмотря на ярые обвинения во время подсчёта последних голосов на президентских выборах, представитель левой партии трудящихся Лула Досилва был избран президентом страны. После оглашения результатов Жайр Балсонару решил хранить молчание, которое накалило напряжённость среди его сторонников и подпитывало протесты. Позже он заявил, что выступает против перекрытия дорог страны. По его словам, подобные действия не являются частью демократии республики. В Бакинском экспоцентре стартовали выставки медицинских инноваций, а также индустрии красоты, Мединекс и Бьюти Азербайджан. Профессионалы отрасли встретились для восстановления деловых контактов, приобретения новых, получения актуальной информации, а также заключению выгодных контрактов. Впервые за два года паузы, вызванные пандемией коронавируса, мероприятия пройдут в традиционном формате и продлятся до 5 ноября. Подробности узнаем у Фарида Адилова. Мединекс – это бизнес-платформа, объединяющая специалистов в области здравоохранения. Ведущие отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы с целью оказания содействия в совершенствовании клиник Азербайджана и повышению эффективности лечения в местных медучреждениях представили на выставке свои уникальные продукты и услуги. Лабораторное медицинское оборудование, изделия, туризм, фармацевтика, стоматология, ортопедия. Это и многое другое было представлено в большой экспозиции. Психиатрия в этом смысле, она всегда, некоторая область как будто бы лишенная вот медицинских технологий в том смысле, в котором мы понимаем их. На выставке про медицину, про медицинские технологии хотелось рассказать как раз про это, что психиатрия это не просто вот про какие-то там странных людей, про какие-то странные там симптомы поведения, а то, что это одновременно с этим про серьезные воспроизводимые технологии, про научные достижения, про инструменты, которые превращаются в постоянно действующий эффективный способ помогать. Мы приехали на выставку в Азербайджан, чтобы представить свои образовательные услуги, последипломное медицинское образование, а также информационный портал медицинских услуг клиники Беларуси. Иностранные граждане могут получить высокоспециализированную профессиональную помощь у нас в ведущих лечебных учреждениях, а также после диплома медицинское образование это стажировки, повышение квалификации. На одной площадке с выставкой Medinex свои двери для посетителей открыла и выставка индустрии красоты Beauty Азербайджан, в рамках которой были представлены такие секторы, как изделия для косметологии и эстетической медицины, парфюмерия, натуральная косметика, а также салонное оборудование и другое. Экспозиция выставок объединила более 90 компаний из 12 стран мира, среди которых Дания, Италия, Словения, Россия, Турция, Швейцария, Япония и другие. Наша компания представляет следующую продукцию. Биодобавки, саплименты, напитки. Все для красоты и здоровья нашего организма. Наша продукция представлена в разных странах. В России, Украине, Польше, в Эмиратах. Сегодня мы приехали представить нашу продукцию в Азербайджане. Надеемся найти новых дистрибьюторов и успешно представляться здесь на рынке. На проведенных панельных дискуссиях были обсуждены такие темы, как инновационные подходы к диагностике и лечению заболеваний, инновационные технологии в медицине, инновационные лекарственные средства. Состоялись деловые встречи с участием местных и зарубежных предпринимателей. Подобные мероприятия являются отличной возможностью собрать специалистов отрасли на одной площадке, укрепить деловые отношения, а также расширить географию продаж. Фарид Адилов, Фарид Лачинов, CBC. Узбекский оперный певец Хурсант Широв выступил в Баку. Встреча была посвящена 80-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева. Хурсант Широв уже много лет путешествует на велосипеде по разным странам и городам, где исполняет песни из репортуара Магомаева. В последний раз, когда певец посещал Баку, он встретился с вдовой певца Тамарой Синявской. Она была поражена любовью Широва к творчеству Магомаева и призналась, что впервые встречает человека, который так рискует своей жизнью ради любимого певца. Ведь путешествие на двух колесах порой бывает опасным. Тамара Синявская подарила Широву велосипед. Его певец использовал в одном из своих заездов, а сейчас хранит в памяти о дружбе с вдовой Магомаева. Поклонников Муслима Магомаева по всему миру огромное количество. И один из его поклонников – это оперный певец из Узбекистана Широв, который преодолел 14 тысяч километров на велосипеде, чтобы приехать в Азербайджан и отдать должное своему кумиру Муслиму Магомаеву. Съемочная команда CBC встретила Хужанда Широва буквально в тот момент, когда он слез с велосипеда. К слову, во время поездки он попал в небольшую аварию, но это не помешало ему успешно выступить в Баку. Спасибо большое, что меня так ждали. Я извиняюсь, я, во-первых, человек с приключением. Знаете, в том, что беда? Я забыл смокинг. Потом думал, если так выступлю, это не получится, это спортивная форма. Но я приехал с велосипедом с Узбекистана, принес в город Баку память Муслиму Магомаева. Я попал в ДТП, не буду скрывать, я буду прямо говорить. Но спасибо Русскому культурному центру, что организовали такой вечер в честь памяти Муслиму Магомаева и в честь моего приезда с велосипедом. Переходим к экономическим новостям. Подробности расскажет Нигя Рахманова в рамках рубрики «Финтаймс» и «Крабарен». В долгосрочной перспективе на освобожденных территориях будет производиться 3% валово-внутреннего продукта Азербайджана и свыше 5% от ненефтяного ВВП. Об этом в ходе выступления на конференции «Модель постконфликтного строительства» под руководством президента Ильхама Алиева, сказал исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вюсал Гасымлы. По его словам, Карабах является живой частью экономики Азербайджана. На освобожденных территориях на сельское хозяйство приходится 10,4% экономики страны, 5,3% на горнодобывающую промышленность, 4,3% на перерабатывающую промышленность, 5,5% на туризм, 4,9% на транспортные услуги, 1,4% на другие сферы обслуживания. Ожидается, что в долгосрочной перспективе эти показатели будут увеличиваться. Также на конференции о постконфликтном строительстве выступил министр энергетики Азербайджана Пярби Шахбазов. Он заявил, что создание энергетического узла Джабраил послужит увеличению экспортного потенциала Азербайджана. Он позволит поставлять зеленую энергию в Турцию, а затем в Европу через Зангизурский коридор. Азербайджан планирует провести широкомасштабное мероприятие по созданию зеленой энергетической зоны на освобожденных территориях в период с 2022 по 2026 годы. Потенциал производства энергии за счет альтернативных источников Карабахи составляет около 10 тысяч мегаватт. Отметим, что в рамках конференции модель постконфликтного строительства под руководством президента Ильхама Алиева обсуждались в том числе завершение подготовки генеральных планов сел Гадрут, Тук, Сугуушан, Талыш, а также строительство двух центральных больниц Вагдами и Физули. Правительству Азербайджана представлен проект государственной программы «Великое возвращение на территории освобожденных от оккупации». Об этом на обсуждение бюджета на 2023 год на заседание комитета Милимиджлиса заявил министр экономики Михаил Джабаров. По его словам, планируется ввести налоговые льготы, поощрять частную инициативу, привлекать на освобожденные земли специалистов, обладающих современными знаниями и навыками. При сохранении нынешних цен на нефть и газ ВВП Азербайджана к концу года достигнет 130 миллиардов монатов. Это станет самым высоким показателем в истории страны. В следующем году доход на душу населения превысит 7 тысяч долларов США, а инфляция составит менее 7 процентов. Законопроект о государственном бюджете Азербайджана на 2023 год предполагает доходы в размере 30 миллиардов 700 миллионов монатов, а расходы прогнозируются в 33 миллиарда 300 миллионов монатов. В документе отражены такие стратегические задачи, как укрепление обороноспособности Азербайджана, социально-экономическое развитие, развитие Карабаха и восточного Зангизура, концепция Великого Возвращения. К другим темам выстраивания партнерских отношений в нынешний непростой для мира период является важной задачей. Примером тому выступит 31-й саммит Лиги Арабских государств среди стран-участников был также Азербайджан. Саммит, который проводится впервые за последние три года, состоялся на фоне растущей инфляции, нехватки продовольствия, а также резкого роста стоимости жизни на Ближнем Востоке и Африке. Эти и другие глобальные вызовы создают пространство для развития сотрудничества между Азербайджаном и арабскими странами, в частности, в сфере традиционной энергетики. От всех объемов, которые были год назад, не может быть и речи. Все идет к тому, что Евросоюз просто будет сокращать потребление и, естественно, что сокращение будет идти в первую очередь за счет промышленности. Однозначно, что позиции таких экспортеров, как Алжир, Азербайджан, будут укрепляться на европейском рынке. В то же время отношения развиваются и в области перехода на зеленую энергетику. Примером служит совместный с одной из арабских стран проект. Это строительство витриной электростанции Хызы Абшурон при участии саудовской компании Аквапауэр. Также есть проекты и в других направлениях, в том числе строительство солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт компаний Маздар Арабских Эмиратов. В плане ближневосточных стран в первую очередь мы должны опираться на опыт Объединенных Арабских Эмиратов, в определенной степени на опыт Саудовской Аравии, которые являются лидерами на Ближнем Востоке в плане внедрения альтернативных источников генерации. И сотрудничество с технологическими компаниями, высокотехнологичными компаниями этих стран, конечно же, может дать дополнительный импульс для альтернативной генерации электроэнергии в Азербайджане. Продолжаем выпуск. Перспективы укрепления сотрудничества в аграрном секторе, продвижения российской высокотехнологичной техники на рынок Азербайджана. На решение этих и других задач нацелена открывшаяся в Баку специализированная выставка «Российско-Азербайджанский день поля-2022». Азербайджан является важным партнером для Российской Федерации. Подчеркнул на церемонии открытия выставки посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников. Дипломат также отметил, что взаимная торговля двух стран демонстрирует устойчивый рост. В текущем году товароборот увеличился на 23%. В области сельского хозяйства мы взаимодействуем в поставках продовольствия в обе стороны. Мы импортируем в России азербайджанское продовольствие. Азербайджан, как вы знаете, импортирует много продовольствий из Российской Федерации. И в том числе, что важно в нынешней ситуации, занимаем значительное место в поставках в Азербайджан зерновых, прежде всего пшеницы. Это будет продолжаться. Я знаю, что между нашими сторонами в отношении поставок зерна, и я бы добавил удобрений, есть хорошее взаимопонимание. Турция предпринимает шаги, чтобы стать международным энергетическим хабом, и поставки азербайджанского газа сыграют в этом важную роль. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тейпердуган в интервью местному телеканалу. Турецкий лидер отметил, что обсудил с президентом Ильхам Малиевым вопрос транспортировки азербайджанского газа в Европу в ходе своего последнего визита в Азербайджан. Мы предпринимаем шаги, чтобы стать энергетическим хабом. Требовалась диверсификация источников и маршрутов. Это не один источник и не один маршрут. Мы должны доставлять его по определенным регионам. У нас есть связанные с Азербайджаном нефть и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эр-Зурум. Этот вопрос мы подробно обсуждали с президентом Ильхам Малиевым во время моего последнего визита в Азербайджан. Дополнительный природный газ, который будет транспортироваться из Азербайджана посредством ТАНАП, станет важным фактором в вопросе создания газового хаба в Турции. Турецкий электромобиль ТОК распорядился закупить президента Азербайджана Ильхам Малиев. Об этом местным СМИ рассказал президент Турции Реджеп Тайфордалан, отметив, что президент Ильхам Малиев в телефонном разговоре сказал, что хочет две машины. Азербайджанский лидер поздравил бренд ТОК с началом серийного производства и оценил это как новый успех турецкой промышленности. Также он стал, по данным СМИ, первым главой иностранного государства, заказавшим ТОК. Серийное производство этого электрокара началось на днях. В церемонии схода с конвейера первого турецкого электроавтомобиля принял участие президент Эрдоган. В целом, Турция является одним из ведущих экспортеров автрантранспортных средств и развитие сегмента зеленого транспорта является сейчас самым перспективным направлением в отрасли. После выхода ТОК Гемлик на полную мощность здесь ежегодно будут выпускаться 175 тысяч машин, а в целом до 2030 года будет произведен 1 миллион таких автомобилей. По итогам октября превысило 85,5% в годовом выражении. По данным статистического комитета Турции, больше всего подорожали услуги в сфере транспорта на 117%. Цены на продовольствие поднялись почти на 100%, а товары домашнего обихода более чем на 93%. Эльнара, у меня на этом все. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь вместе с нами и будьте в курсе событий. Всего доброго.